Здравствуйте, мои дорогие! Кто за вами ведет слежку? Кто же это? Что это такое? Что-то изменилось? Подождите, в пространстве что-то поменялось буквально сейчас. Кто ведет слежку? Какое-то несчастье. Но есть тут кто-то, есть. Есть, а кто ты? Кто ты? Женщина? Точно женщина? На работе какая-то тетка следит за вами. На работе, либо ее работа, она на работе, и ты туда приходишь. Либо связано с ее работой. Все-таки это она работает. Она следит за тобой. Знаете, как-то так интересно, ты ей не досталась, и она ее, как бы, знаешь, паук, хоп, подвесил. Или тебя-то, хоп, забрали у нее. Кто ты? Кто ты такая? Злая на тебя? Агрессивная тетка. Кстати, опять тело реагирует сейчас. Сейчас, подождите. Кто ты такая? Живет в страхе. Но почему-то вот эта вот странная видимость победы, что ли. Какая-то женщина, которая живет в страхе. В страхе, и вот как-то в лежачем положении ее показывают. Стагнация какая-то. Одновременно и действия. Так, давайте еще раз. Кто ты такая? Может, у вас какие-то связующие есть лица? Кто она такая? Хитрющая какая-то баба. Семья? Но это не ваша семья. Она бы вышла сразу же. Сразу же бы показали, что это семья. Нет, это у нее как-то хитро. Она держит что-то. Держит какой-то свой... Свою какую-то, знаете, территорию. Но это не ее территория. Она хитро ее завоевала. И мнит себя императрицей там. Ясно. Какая-то тетка, которая... Ну, тут понятно, да? Менит себя императрицей. Тут разные бывают. Варианты. Есть что-то в ее пространстве. То, что она не хочет отпускать. Тут не показали это. Кто это, что это. Она так называет что-то. Что... Что ушло как-то на сторону, потому что влюбилась. Она даже не говорит это. Не женщина, не мужчина. То есть вот она говорит что-то. И она следит за этим. Для того, чтобы разрушить. Вам это что-то. Или это, может, вы? Кто это? Ребенок. Наверное, вы ее ребенок. Или вы ее ребенок. Или ребенок ее тот, за кем она следит. Ну, это как-то она получается за вами следит. Вы не должны быть веселой. Не-не-не. Она очень сильно влияет на будущее ваше. Очень сильно. Она вам действительно вредит? Вредит ли она вам? Вредит ли она вам? Она уже не может вам вредить. Вы своим мозгом живете. Своим опытом. Вы вообще не повторяете ее ошибок теперь. Ну, или как-то совсем по-другому эти ошибки делаете. Что-то не то. Не вредит она вам? Нет, все. Закончилось ее влияние. Благополучно закончилось. На вас она не влияет. Одинокая женщина. Странно. Показали, что не в семье. Не ваша семья. Это ваша семья? Но сказали, что вы ей как ребенок. Что такое было? Почему так говорят? Тут мужчина задействован. Ну, она старше вас? Однозначно. Как бы, знаете, как в дети годитесь, может быть. Но тут есть мужчина. Это его семья с ней. Он император, она императриса. Но между ними какой-то все, развал, конец. Завершилось. И причем такой праздник, он когда с ней порвет, либо порвал, он с облегчением вздохнет и закатает пир горой. Ну, вот так. Видите, разгадка пришла одновременно. Она, кстати, очень сильно рискует тем, что негативит на вас. Почему она так рискует? А, кстати, мы можем здесь же подсмотреть, зачем мы будем лишнее доставать. Потому что ей сразу высшие силы духи рода, в общем, все, что вас оберегает, да, дает ей понять, что она закрыта. Она закрыта в своем коконе негатива. И если она будет излучать негатив, негатив отражается на нее. Она вот в этом негативе и закрыта. Да, в такой, знаете, капсуле, где она и варится в своем соку. Ну, значит, вас защищают высшие силы. Я правильно поняла? Вас просто вот такую... Тут, знаете, вот женщина обнаженная, да, лежит на птице, которая плывет буквально по воздуху. Вас действительно садят в лодку, в необходимую лодку, в определенные моменты, когда вам действительно сложно. И кто-то несет... Либо кто-то несет вас на плечах своих здесь, в жизни. То есть вам даются люди, которые вам помогают. Да. Вот так вот. Ну, вы ценная, боже, ценная для них. И поэтому вам дают мужчину, короля кубков. Кстати, он же император, тот, о котором мы говорили. Так, стоп. Мы опять тут расширились, аж до предела Вселенной. Так, хорошо. Ну, мне кажется, что вот как раз она и следит, поэтому и следит за вами. Что тут еще хотят нам по этой теме сказать? Блоки, блоки. И она строит блоки, она сама в тех блоках. Но мужчина сделает так, что не получится. Она не будет мешать. Почему настолько она тут негативным персонажем представлена? Она жила не своей жизнью. Она вырвала, грубо говоря, судьбу у другой женщины. Вы ему предназначены. Ну, смотрите. Здесь я вижу как одну женщину, так и две женщины, которые совершенно разные. Так и сборную, да, те, которые следят за вами. Так и сборная характеристика некой женщины. Вот такая сборный портрет. Которые не хотели, чтобы вы были счастливы в замужестве. Это сборный коллектив женщин, я вам говорю. Это не одна женщина. Я характеризовала одну, потом энергия плавно перетекала в другую. Потом я видела ваше окружение в семье. Я вижу, что вам вот почему-то женщины не давали быть счастливой. А почему вы позволяли? И тут вот именно идет вот и в этом вопрос. Почему вы не выбирали свою судьбу? Вы не хотели бороться? Вам дали этого мага. Знаете, как вам дали этого мага? Никто вас не ругает. Наоборот, говорят, вам дали этого мага через силу. И дали этих женщин, которые вас ставили в это положение. И лишь такая, как вы, вот такая, как вы, сила, могли взять все четыре ресурса и все-таки дойти до своего счастья. Это ваши кармические враги, между прочим, за вами слежку ведут. Это, знаете, когда красивая женщина, ей вот завидуют. Да, то есть, ну, вот так вот, завистницы. Почему-то думают, что вот, блин, почему ей красота, мужчины, зачем? Я тоже хочу. Видите как. Кто-то спешит к вам, кстати, чтобы что-то дать. И это что-то дать, и оно как-то очень хорошо влияет на то, что будет дальше в ваших отношениях. Кто-то, это король Пентакли, что-то хочет дать вам. Берите, говорят. Это что-то является одним из пазликов в вашей картине жизни. Голый дьявол высший. Это одновременно с подарком, наверное. Я тут вижу женщину, которая, так знаете, как, и защищается от этого, и понимает, что эти перспективы большие для ее же счастья. Птица счастья тут на платье у нее. Конец и новый опыт. Пара. Ну, интересно, как выходит. Вроде как и конец, и новый опыт. Но этот новый опыт вроде как в паре сразу, да? То есть это как бы тот же самый человек. Так, хорошо, это опять мы немножко дальше, немножко шире. Вот так, следит за вами. Женщины следят. Сборный портрет. А кто-то еще следит, давайте глянем. Кто ведет слежку за вами. Кто ты? Выходи. Какой-то исполнитель. Исполнитель какой-то. Знаете как? Он может вот как-то настучать на вас. Кто это? Ну, какой-то низко... Знаете, идет низкоранговый. Не знаю, какой-то человек, на которого ты, может, и не обращаешь внимания. Но он выслеживает реально. Вы знаете, вы недооцениваете его. Недооцениваете его. Да. В плане того, что он может вам навредить, да? А вы ему нравитесь. Почему карты хорошие? А я вижу, насколько странную, темную, нехорошую энергию. Вы ему очень нравитесь. И то, что я говорю, темная энергия, это действительно так и есть. Просто светлые чувства приводят к... Ну, он какой-то мелкий, я вижу. Семью видит, женщину видит... Нет, покажите, кто он такой вообще хотя бы. Этот человек. Ну, здесь рыцарь мечей. На рыцарь мечей. Какое-то исполнительное лицо. Какие энергии он к вам несет? Он вас видит, такой красивой женщиной. Прям умлеет. Какие энергии вам? Вы ему нравитесь? Хорошо, слежка его. К чему может привести? Для вас это как? Для вас это как? Здесь как-то усложняется какая-то ситуация ваша. Пропадает куда-то легкость. А вам становится сложнее. Потому что человек начинает, будто бы, знаете, увеличиваться в объеме. Он, я имею в виду. То есть он показывается, будто бы выходит из тени. И что дальше? Хитрит. Хитрит. Тут какие-то действия будут с его стороны, но они какие-то странные. Что-то может сказать, какую-то новость вам дать. и удалиться в закат. Это вот все, что на что он способен говорить. Это такие действия. Не знаю. Тут проявится, я так понимаю, да, этот человек? Что это такое? Блин. Не знаю. Проявится. Нет, вы его не узнаете, что это он именно следит. Он так, знаете, залег на дно и... Или подвис на дереве, и его не видно. Между прочим, между прочим, он не так и прост. От него многое зависит. То ли к нему люди прислушиваются. И говорят, что он может ухудшить вам жизнь. Вот. Прямо довести до крайней точки. Или помочь. Слушайте, это что такое? Что-то он хочет. Выбор вам дает какой-то. Представляете? Да, говорит. А что он хочет от тебя? Будет секреты узнавать. Прямо по грани ходить, знаете, с масочкой своей на лице. Но для вас это, я так понимаю, не очень хороший человек. Хотя он там и не сильно. Он не злой на вас, ничего. Но может навредить. Бред какой-то. Что это за чудо, Юда? Вы пригрели. Ну, это чужой человек. Чужой. Он говорит, я сохраню твою тайну. С собой в могилу унесу. Если... Если что? Если... Если будет что-то новое. Вообще-то он предлагает отношения. Девочки, это какой-то роман на работе. Что-то такое похожее. Или же где-то такая территория, где вы вообще не хотели бы делать это. То есть для вас это вообще табу, блок. Загонять будут вас в рамки. Такое что-то идет, девочки. Не неприятная личность, если честно. Вот прям будете идти, в дверях будут стоять. Да. Это что-то новенькое, да? Что вам с ним делать-то? Не обращайте на него внимания. Занимайтесь своим делом. Вы вообще на коне. Там просто мелочь по сравнению с вами. Много будут судачить о вас, я вижу. Но повернется так событие, что какое-то будет... Так-так-так-так-так. Ох, он нанести удар хочет. Ну, зараза. Будет добивать. Что это за человек? Прямо вот расширяется в объемах какая-то жаба. Вам необходимо его сторониться. Ну, как вы его узнаете? Если вы его узнали. И что значит сторониться? Ну да, он как бы влюблен в вас. Далеко он от вас? Сейчас я скажу, девочки, этот ряд. Ну так. Кто далеко, то близко. Вы вообще его не замечаете. Я такое просто вижу, что вы как-то не смотрите на него. Ну, смотрите, тут некий портрет дали. Он просто с ума сходит. Он смотрит на вас, и я не знаю, у него там поджилки трясутся. Он подойти не может к вам. Так, смотрите, этот бред, он когда-то закончится, да. То есть в любом случае какие-то козни делает. Возможно, шепчет кому-то что-то. Что-то наговаривает на вас. Но странно, он как-то сказали, что предлагает, а потом не проявится. Проявится ли? Вы знаете, это он не предлагает. Это он прям в своих... Он в каком-то мире живет. Где он это вам предложил? А на деле он не предлагает, нет. Я вижу, как он видит у вас какие-то ссоры с кем-то. Может, ссоры, а может, просто громко говорят. Он берет это в сумку, да, то есть несет и передает. А вы, по сути, живете в своей жизни, вы вообще не видите его. А он следит. Да. Девочки, тут какой-то странный человек. Я просто вижу, что он захочет вам навредить, и у него что-то получится. Как вам к этому всему относиться? Главное, не бояться его, потому что что-то... Угу. Так, если вы узнали этого человека, смотрите. С ним надо поговорить, но так незаметно, как будто бы выстраивая такие политические отношения двух... Ну как, ваши, да, и вот кого-то. Да, то есть потому что вы знаете, что этот человек может, ну, наверное, как настучать на вас или что. Да, вы можете втоптать его в грязь, но тогда вот такие люди мелкие, да, они начинают раздуваться до размеров бляха вселенной. Я извиняюсь, конечно. Но если кто любит смотреть Marvel, да, там был негативный персонаж. Электро. Да, то есть человек обиженный судьбой, и постоянно его никто не замечал. Во-во-во, вот это оно. А потом, на тебе... Как этот... Не негативный персонаж, а он уже кто? Зло, само зло. Тут тактический подход ваш. Именно тактический, добрый, спокойный подход. К таким людям. Да, интересно, интересно. Хорошо, я надеюсь, что тут я дала вам какие-то ключики, чтобы вы могли разобраться в ситуации и понять. Если непонятно, девчонки, значит, эта часть расклада, может быть, была на данный момент не ваша, или же вы где-то еще не сделали срез, да, луковичную, вот эту вот шелуху не сняли, чтобы не почувствовать этот запах. Бывает и так. Ну, наверное, кому-то это надо было услышать. Вот так вот. Благодарю, мои дорогие. Такие люди за вами следят. Оказывается. Ну, пускай все следят. В жизни нет своей людей, вот они и следят. Что же, у вас есть своя жизнь, у кого-то дети, у кого-то другие родные, близкие люди. И вы сама у себя есть, поэтому все замечательно. Я желаю всем найти все-таки сейчас ответы здесь на свои вопросы. Если они их не нашли, я думаю, что это не страшно. Есть другие видео, а есть вообще жизнь, да, где можно, погрузившись в эту жизнь, найти себя прежде всего. Так что не зацикливайтесь на раскладах. Всего самого наилучшего вам. Всего доброго. Пока-пока.